Так вот так вот это прям делать. Тут есть такое дело. Вот песня. Ну сейчас я расскажу все. Всем привет, это шоу Поясни за трек. Я Алена, группа Тонко и я сейчас поясню за трек Чоботы. Тонко – это в первую очередь мы с Ярославом. Ярослав – это саунд-продюсер, гениальный человек, не постесняюсь этого слова. Каждый раз, когда я ему приношу какое-то свое новое детище, я всегда готова к тому, что Ярослав может категорично сказать «Алена, по-моему, это полная… давай другую песню». Ну это честно и это классно, я к нему прислушиваюсь. Это песня о жажде изменений, это песня о внутренних потребностях, выйти за границы своей рутины какой-то. На данный момент песня перестала иметь для меня значение и иметь какой-то личный характер. Просто это песня поколения, которое говорит, что мы уже, блин, эти нам Чоботы так сильно надавили и натерли, они уже такие тяжелые, они уже столько дорог исходили, давайте их снимем. И будем, наконец-то, делать то, что хочется и делать что-то свободно. Для меня это такая как мини-мантра. Это когда твой внутренний голос говорит тебе «Во-во-во, подожди секундочку, ты летишь куда-то непонятно куда». «Остановись, сделай глубокий вдох, посмотри, что происходит с твоей жизнью, все ли тебя устраивает, может быть, нужны какие-то изменения». Когда ты сделал этот глубокий вдох, понял, что что-то не так, увидел свою проблему и обращаешься к ней, типа, «Знаешь, наварто, очиховаты, давай глаза в глаза будем говорить друг другу честно и открыто в лоб, что не так». Тоже о том, что не умалчивать, то есть если есть потребность решить вопрос какой-то, давай прямо здесь и сейчас это сделаем. Ты уже признаешься себе, что ты настолько долго находишься вот в этом непонятном состоянии, что ты уже даже забыл, как обычно люди нормальные на это реагируют и как оно должно быть. Ты осознаешь, что у тебя уже даже нет сил и опыта вспомнить, как это обычно решается. Ты вспоминаешь о том, что в тебе все-таки есть какое-то желание истинное человеческое к своей свободе. То есть, когда ты чего-то хочешь, то ты, по сути, живешь. Вот, ты не апатичный. «Остановись, сделай глубокий вдох, посмотри, что ты не остался. И тут уже конкретно в лоб все изменится. Ты говоришь о своей проблеме, окей, ты есть, мы с тобой что-то решим, все изменится. Пока, давай, до свидания». «Выйду до солнца, скину свои чоботы». Солнце ассоциируется для меня лично с неким пробуждением, с чем-то большим, светлым, классным, необъятным. Олицетворение вот этих изменений. Ну, обувь же она сама по себе собирает всякую негативную энергетику. Ты устаешь, тебе натирают ноги. И первое, что ты делаешь, приходя домой, снимаешь обувь. И такой, фух, наконец-то. И вот желание, желание, короче, их утилизировать, эти давящие, сковывающие чоботы. Это о том, насколько важно не жить какими-то там старыми переживаниями. Тут имеется в виду спогоды именно негативного характера. Травмы твои внутренние, через которые ты потом пропускаешь все, что ты видишь вокруг. И мне кажется, люди поломаны очень, если в них эти травмы сидят с прошлого. И очень полезно отдавать себе отчет в том, что некоторые вещи из прошлого нужно оставлять там же. Ну и вот, когда ты уже заховав ци спогоды, ты уже становишься выше, наверное, над собой где-то. И осознаешь, что все то, что было с тобой плохое, становится просто ничем. Ну вот тут уже о поисках того, куда дальше. Начинаешь жить новой жизнью, начинаешь дышать полной грудью. Свободный, полетный, кайфовое состояние. Для меня это как какая-то суперигра, я себя чувствую супергероем. Каждый раз, когда я где-то иду по городу, у меня есть свободная минутка. Мне вот важно думать, регенерировать какие-то мысли, идеи, что-то с чем-то связывать. Я вижу человека, вижу там на нем какое-то пятно, и оно сразу вызывает у меня какие-то эмоции дополнительные. Ну то есть я стараюсь все, что происходит, все, что я вижу, ощущаю вокруг во вселенной, вот эти все ниточки брать, связывать их в что-то единое и потом формировать песню. Вот.